В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Осаченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного, нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Коротко о главных событиях. Одна из действенных мер трудоустройства граждан – ярмарки вакансий. В 2017 году рабочее место нашли около 400 жителей города, треть от всех соискателей. Школа информационных технологий на базе Брестского научно-технологического парка. 700 человек изучают робототехнику, для желающих готовы предложить целый ряд других направлений. В Бресте в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», которая проводится по инициативе главы государства, прошел новогодний прием для 100 талантливых и одаренных детей. Нынешние успехи молодых – это личные инвестиции в будущее страны. Прямо сейчас об этом и не только. Ярмарки вакансий – одна из мер трудоустройства людей. Такие мероприятия дают возможность брещанам быстро сориентироваться на рынке труда и найти работу. За 2017 год в Бресте было проведено 8 ярмарок вакансий – предприятия торговли и общепита, строительной отрасли и легкой промышленности. Инициатива зарекомендовала себя как эффективная и действенная мера. О том, сколько в этом году брещан нашли свое нынешнее рабочее место через ярмарки и насколько уменьшился уровень безработицы в Бресте, расскажем далее. За 2017 год участие в ярмарках вакансий приняли порядка 90 нанимателей, а посетили мероприятия по поиску работы более 1 тысячи брещан. Среди них нашли свое рабочее место около 400 жителей города. Это треть от всех соискателей. Уже известно, что в 2018 практика проведения ярмарок вакансий будет продолжена, так как зарекомендовала себя как действенный механизм для быстрого поиска работы. Мы находимся в рамках норматива. У нас уровень безработицы составляет менее процента 0,87, если быть более точным. Поэтому именно вот такая работа, именно целенаправленная точная работа непосредственно с потенциальными работниками позволяет нам обеспечить той рабочей силой, которая нам необходима в наших организациях города. Сегодня ярмарки вакансий выгодны и интересны не столько соискателям, сколько нанимателям. Если весной они проводились для того, чтобы удовлетворить спрос и потребности безработных граждан, то к концу года ситуация изменилась. В банке данных Брестского горосполкома насчитывается порядка 1600 вакансий. Претендентов на них гораздо меньше. Инициатива у нас проходит не так со стороны даже безработных, как больше на сегодняшний день со стороны нанимателей. То есть если весной в наших ярмарках вакансий больше нуждались и желали безработных, то на сегодняшний день наоборот. У нас наниматели просят, чтобы мы эти мероприятия проводили, потому что нехватка у нас людей на сегодняшний день. По словам специалистов, наиболее ощутимая нехватка кадров в здравоохранении, торговле и строительстве. Брещанин Василий Мацейко временно не работает, но возможно вскоре мужчина пополнит ряды Брестской строительной компании «Леди Групп». Цель работодателя – найти достойного кандидата. Соискателя – получить работу. В данном случае интересы обеих сторон совпали. После собеседования мужчине предложили заполнить резюме и оставить его в кадровом резерве. 20 лет проработал на окнах, производство и так далее. Все, что связано с окнами. То есть знаком с многими видами фурнитуры, образцов, которые выпускаются уже и российскими, и немецкими производителями. Поэтому пришел, думал, найду где-нибудь такое подходящее. Строители у нас наиболее востребованы на сегодняшний день. Почему мы и проводили, это и повлияло на наш выбор. Это строительная отрасль у нас очень нуждается в рабочих особенно. Это каменщики, бетонщики, штукатуры очень востребованы. Ну и торговая отрасль у нас. Продавцы, повара, кондитеры. Здравоохранение у нас это стабильно. Медсестры, санитарки, врачи, естественно, специалисты. Это те отрасли, которые уже из года в год испытывают потребность в людях. За этот год количество безработных в Бресте уменьшилось. Если в середине 2017-го их число составляло 1700 человек, сегодня на учете находится 1300 брещан. Официальное количество безработных брещан составляет менее 1%. На протяжении 2017 года, года науки, наши корреспонденты знакомились сами и знакомили вас с деятельностью крупнейшего инновационного центра и главного инкубатора малого предпринимательства Брестского региона – научно-технологического парка. Но организация эта стремительно растет и развивается, постоянно предоставляя все новые и новые информационные поводы. В следующем материале нашего выпуска речь пойдет об одном из более чем трех десятков резидентов Брестского научно-технологического парка – Школе информационных технологий. На одном из занятий, которые побывала съемочная группа Бук-ТВ. Тему продолжит Анастасия Стропко. Собрать из деталей настоящего робота и подчинить его своей воле, заставить выполнять необходимые действия или решать поставленные задачи. Совсем неудивительно, что на уроке по робототехнике ребят не приходится заставлять или уговаривать ходить. Здесь юные жители региона исключительно по собственному желанию и занимаются с большим интересом. Я преподаю с начала учебного года, то есть с сентября. Обучаю я детей сборки конструктора, программированию. То есть основным базовым элементом в плане знакомства даже с той же физикой, химией, биологией. Потому что у нас конструкторы направлены на разный уровень детей. То есть есть у нас конструктор, который направлен именно на изучение естественных наук. Есть конструктор, который более на программирование ориентирован. Они знакомятся здесь с датчиками, с тем, как роботы между собой могут общаться, какими-то условностями, которые можно выставлять. То есть даже те же три закона робототехники. То есть мы это тоже как-то немножко обыгрываем. Учебные часы в школе информационных технологий пролетают незаметно. Я занимаюсь так не очень давно, с ноября в месяц. Ну и когда я приходил в ГРИН смотреть на роботов, мне очень понравилось. Очень интересные программы. Мне очень нравится программировать. Много интересных роботов. Это сложное дело? Да, иногда сложно программировать и их собирать. Ну почему ты все равно продолжаешь? Потому что мне это нравится. Интересно их собирать, новые детали узнавать, новые программы. Школа начала свою деятельность в сентябре 2016-го. Летом 2017-го стала резидентом Брестского научно-технологического парка. В настоящее время обучение в ее стенах проходит порядка семи сотен человек. Основная часть в Бресте. Однако учебные кабинеты открыты и в некоторых районных центрах. К примеру, Березе, Кобрине и Пинске. Центральная тема обучения – робототехника. Но для желающих здесь готовы предложить целый ряд других направлений. Наша организация занимается обучением детей робототехники. Ну и не только робототехники. Также мы сейчас открываем новые направления – моделирование, джава, веб-программирование и так далее. Все программы, по которым обучаются дети – разработка брестских специалистов. Предмет особой гордости. Подтверждением их качества стал турнир «Робофест», который не так давно прошел в городе над Бугом. Я могу теперь с уверенностью после проведения нашего мероприятия «Робофеста», я могу с уверенностью сказать, что наши занятия дают свои плоды. Так как семь призовых мест заняли наши дети, дети нашей школы. Причем дети нашей школы не только из Бреста, а дети, занимающиеся в Пинске, взяли второе место в категории «Виду». Поэтому это показатель того, что наши программы действительно работающие, потому что детей можно учить по-разному. То есть конструкторы могут быть одинаковые, что-то там еще может быть одинаковое, но наша программа, она дает свои плоды. К слову, записаться в школу информационных технологий можно круглогодично. Будущие ассы, робототехники имеют возможность подключиться к работе единомышленников в любой удобный момент. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. В Брестском государственном университете имени Пушкина назвали «Студента года». Большое мероприятие прошло на текущей неделе. За звание лучшего боролись 10 конкурсантов – самых эрудированных и креативных, творческих и инициативных представителей большой студенческой семьи. Наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая побывала на мероприятии и узнала, кто стал обладателем самого почетного статуса вуза. Заметное оживление могли наблюдать те, кто пришел в актовый зал Брестского государственного университета имени Пушкина. Традиционно для того, чтобы поддержать своих фаворитов, а также посмотреть таланты и способности других, приходит большое количество студентов и преподавателей. На сцене 10 конкурсантов – представители всех факультетов университета. Каждый из них уже лучше в своей среде. Наш конкурс названия «Студент года», который называется «Поверь в себя» и который является традиционным, и в этом году проводится уже в 18-й раз. Это, конечно, значимое событие не только для студентов нашего университета, но и для преподавателей. Требования к студенту года, конечно же, высоки. Это должен быть и высокоинтеллектуальный молодой человек, это должен быть творческий человек. В таблице у членов жюри достаточно большое количество пунктов, согласно которым будет определён лучший студент вуза. Организаторы творческого состязания ежегодно готовят программу таким образом, чтобы предложить конкурсантам как можно большее количество возможностей, чтобы представить себя. То, что видит зритель – лишь верхушка большого айсберга. Позади – долгие часы работы, работы над собой. Подготовка была насыщенной, да. Мы очень готовились, пели песни, репетировали каждый день. И теперь пришли сюда побеждать, конечно, но если мы не победим, мы не расстроимся, потому что мы вместе, мы команда, и мы всё сможем. Традиционно предшествует итоговому мероприятию несколько заочных испытаний, таких как интеллектуальный конкурс, конкурс проектов. В этом году их тема неразрывно связана с областным центром, его социальным и культурным достоянием. Представительница филологического факультета Ольга Морозюк рассказала гостям мероприятия о литературном Бресте. Её проект – об улицах и зданиях города над Бугом, о которых писали известные русские авторы, о местах, которые они посещали, и где вдохновлялись на новое произведение. Сегодня у девушки настроение боевое. Девиз – ни шагу назад. Познакомилась с новыми ребятами, с новыми общительными людьми. Мне это очень нравится. Я очень рада, что меня привлекли в такую программу, что я участвую в этом конкурсе. Для меня это большая честь. Я надеюсь, что я не подведу свой факультет. И не подвела. По итогам всех испытаний Ольга Морозюк стала обладателем звания «Студент года-2017». Именно она представит Пушкинский вуз на областном этапе Большого молодежного конкурса. Накануне на территории мемориального комплекса «Обрестская крепость-герой» был торжественно открыт новый музейный объект – «Армейский клуб». Первые посетители экспозиционного зала смогли воочию увидеть, как организовывался быт и отдых солдат, служивших на территории цитадели с 1939 по 1941 годы. Сотрудникам мемориала удалось воссоздать все до мелочей – от так называемой «ленинской комнаты» до аутентичного буфета. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая одна из первых оценила формат нового туристско-культурного объекта. «Армейский клуб сегодня, спустя более чем 7 десятилетий, вновь встречает в своих стенах гостей. Как и положено у входа буфет. В ассортименте большое меню сладостей и, конечно же, чай в знаменитых советских подстаканниках. Чуть дальше по прямой – ленинская комната, где за столом с серьезным видом мучает устав новобранец. Словно и не было этих семидесятилетий. Настолько точно удалось сотрудникам мемориала передать всю ту мирную атмосферу, которая жила здесь с конца 30-х и до первых дней Великой Отечественной войны». «Открываем еще один музейный объект и решили воссоздать атмосферу армейского клуба 1939-1941 года. Действительно, в пороховом погребе на территории Брестской крепости здесь находился в эти годы клуб 98-го противотанково-артиллерийского дивизиона. Давно, очень давно у нас были такие планы, мысли, чтобы открыть этот объект, показать не просто пороховой погреб, а действительно ту атмосферу, в какой находились красноармейцы, командиры». «Здание порохового погреба в период с 1939 по 1941 действительно использовалось как место отдыха военнослужащих. Этот факт и подтолкнул сотрудников мемориала к работе над созданием новой экспозиции, которая бы рассказывала о мирной цитадели, о людях. На протяжении ни одного месяца они кропотливо собирали архивные документы и фотографии. Многие снимки здесь находятся в единственном экземпляре. Что-то передавалось в дар, что-то приобреталось. Например, фортепиано начала 20-го века, которое долго принадлежало семье брещанки Анны Ковалевой. «Это инструмент нашей семьи. Сколько я упомню, я не знаю, откуда оно взялось, но сколько я упомню, оно всегда было в нашей семье. Это старое пианино, оно датировано 1912 годом. Фирма немецкая Краундгресс, вы видите, интересная. Оно очень хорошее тем, что оно... Ну, когда-то я на нем играла, когда была маленькая, училась в музыкальной школе, а потом уже как бы купили новое, естественно. Оно стояло просто как интерьер. Ну, когда мы узнали, что здесь будет клуб, то, в принципе, мы решили, что все-таки такой инструмент должны видеть не только там пару человек, как бы члены семьи или там гости, приходящие к нам, но и люди, которые просто будут приходить». Многое из того, что открыто для глаз посетителя сегодня, сохранилось в бывшем пороховом погребе в аутентичном виде и имеет большое значение для истории крепости. Особенно трепетно сотрудники мемориала относятся к старинным надписям. «Надпись 2 августа 1915 год. Эта надпись интересна тем, что здесь, в пороховом погребе, в годы Первой мировой войны находился штаб. Инженерное управление и коментант крепости находился. И, вероятнее всего, она оставлена именно в дни эвакуации». Армейский клуб должен стать еще одним элементом памяти. Через соприкосновение с экспонатами, прослушивание музыки тех лет, брещение и гости областного центра будут лучше знакомиться с этим периодом в истории крепости. В этом уверены и авторы идеи, и спонсоры, и представители местной вертикали власти. «Я думаю, что у крепости большое, светлое будущее. Почему? Потому что есть финансовые средства на то, чтобы реставрировать крепость, реставрировать музейную составляющую крепости. Все хорошо, все нормально. Самое главное, что не забывается героическая история, не забывается крепость-герой, не забываются защитники крепости». В планах у администрации и сотрудников мемориального комплекса развивать идею армейского клуба. Здесь будут проходить демонстрации фильмов 30-40-х годов. Кроме того, уже сегодня есть задумки для совместной работы с Брестским драмтеатром. В канун новогодних праздников в Бресте в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», которая проводится по инициативе главы государства, прошел новогодний прием для ста одаренных и талантливых детей, учащихся школ, гимназий и лицеев города Бреста. Все они лауреаты международных, республиканских, областных и городских конкурсов, фестивалей, призеры и победители олимпиад, спортивных конкурсов. Какие планы на будущее строят молодые и одаренные брещане, узнавала наш корреспондент Ирина Ольшова. Сто юных горожан пригласили на новогодний прием от имени Брестского горосполкома. Они самые талантливые брещане, добившиеся в уходящем году больших достижений в учебе, творчестве и спорте. И сегодня юноши и девушки стали участниками благотворительной акции «Наши дети», которая проводится по инициативе главы государства в канун Нового года. Для лучших и лучших руководителей, города подготовила специальные новогодние подарки. 20 самых одаренных и талантливых ребят, которые смогли успешно сочетать учебу и увлечение, получили подарочные сертификаты в четырех номинациях – наука, лидер, творчество и спорт. Эти ребята – золотой фонд «Будущая элита науки и культуры». Важно, конечно, что вы уже сегодня прославляете наш город хорошими, достойными делами. А ваше основное дело – это, конечно, учиться. По итогам уходящего года учащиеся учреждения образования Бреста завоевали 21 диплом в Республиканской Олимпиаде по учебным предметам. 129 учащихся окончили школу с золотой и серебряными медалями, 4 воскника получили на централизованном тестировании по 100 баллов. Учащаяся молодежь Бреста неоднократно становилась победителями и призерами международных и республиканских конкурсов, фестивалей, олимпиад и спортивных состязаний. На данный момент я в 11 классе и очень долго думала насчет того, куда поступать. И все-таки я, наверное, выберу музыку, потому что это мне ближе, это моя специфика, в которой я себя чувствую довольно раскованно. И мне легко, и я люблю это дело. Для одаренных и целеустремленных в Бресте созданы оптимальные условия. И нынешние успехи молодых – это их личные инвестиции в будущее страны. Ирина Альшева, Андрей Щербат, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Бокинформ». Город над Богом в ожидании праздника, подготовка к которому вышла на финишную прямую. Предновогодние дни в Бресте полны сюрпризов, и если у кого-то по каким-то причинам еще нет соответствующего настроения, создать его совсем просто. Нужно всего лишь пройтись по праздничному городу, согреться горячим чаем или пряным глинтвейном, посмотреть на сверкающие огнями елки, эстафета торжественных открытий которых в городе над Богом набирает обороты. На днях зажглась главная лесная красавица Московского района города. Волшебное, веселое, немного волнительное предновогоднее настроение охватило весь Брест. Московский район города – не исключение. Церемония открытия главной зеленой красавицы предшествовала яркое и масштабное праздничное действие, как и полагается, с главными героями любого новогоднего торжества. Дедом Морозом и Снегурочкой массой забав и сюрпризов. Отрадно то, что расширяется география праздника. Из центральной части исторического города массовые мероприятия переходят уже и празднования сюда, к нам в другие части города – это здорово. Я хочу, чтобы у всех наших горожан было прекрасное настроение, чтобы в следующем году им сопутствовала удача, мира, добра, любви в их дома. Насыщенная и по-настоящему богатая на сюрпризы развлекательная программа ожидала жителей города. Зажигательные песни и танцы, шоу-представления со сказочными персонажами добавил настроение выпавший снег. Несмотря на легкий мороз, на праздники было очень жарко. Великолепное настроение, слава богу, что у нас это все есть. Прекрасное! Это вот очень хорошо. В прошлом году было супер, и в этом году. В последнее время город действительно преображается, и новогодняя сказка чувствуется все больше и больше. И каждый год уже новогодние праздники – это ожидание какого-то чуда. Что же нового придумают? Молодцы! Огромное спасибо и нашим городским властям, и властям района за возможность праздника, ощущение праздника, ну и такое веселье, которое они организуют. Начинают украшать город, это здорово, это весело. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством. Всем здоровья, любви и всего-всего самого наилучшего вам. Замечательно! И праздничное настроение чувствуется, и организация замечательная. Спасибо всем! Спасибо организаторам! Нам очень нравится! И, конечно же, самый долгожданный момент праздника. Словно по мгновению волшебной палочки зажглась сотней разноцветных огней, главная из десяти зеленых красавиц Московского района. Наша елочка горит! Переливы новогодней иллюминации, лианы, блестящие мишуры и объемные игрушки. 15-метровая лесная красавица Московского района города заискрилась яркими цветовыми переливами, мгновенно став центром притяжения горожан. Одни сразу же поспешили сделать фото на память, дети принялись водить хороводы, с головой окунувшись в сказку. Завершился праздник под яркие залпы салюта. Небо над елкой раскрасил фейерверк в знак того, чтобы 2018-й для брещан стал таким же ярким и незабываемым. 24 декабря погоду в нашей стране будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над северо-западом европейской территории России, за которыми начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. В Бресте ночью пройдет кратковременный дождь, день будет пасмурным. Синоптики прогнозируют слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедится сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 5-7 градусов со знаком плюс, максимальная днем 9 выше нуля. 25 декабря республика окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. В Бресте ожидаются осадки. В течение суток сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток 6-8 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова